В эфире новости в студии Жан Кадеба. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня примет участие в открытии нового здания Музея истории Великой Отечественной войны. Мероприятие приурочено к празднованию 70-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Дню Независимости. Ожидается, что для участия в церемонии в Минск прибудет президент Российской Федерации Владимир Путин. Главы государства знакомятся с экспозициями, залов музея пообщаются с ветеранами. Сегодня также запланирована двусторонняя встреча президентов Беларуси и России. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят широкий спектр тем двусторонних отношений, интеграционную тематику, а также обменяются мнениями по наиболее актуальным вопросам международной повестки дня. Музей истории Великой Отечественной войны – это своеобразный архитектурный салют победы. Новое современное здание органично дополнило ансамбль обелиска на проспекте победителей. На площади более трех тысяч квадратных метров расположилась цепь выставочных залов и тысячи экспозиций. Все это место представляет собой своеобразную дорогу, мир накануне начала военных действий, военные годы и жизнь после Великой Победы. Воссоздавать события тех лет будут помогать мультимедийные технологии, сенсорные экраны и интерактивные карты. С победой из Санкт-Петербурга в Минск на белорусский перрон сегодня прибыл поезд памяти и славы. Более 120 питерских ветеранов, представителей молодежных организаций, деятелей культуры приехали в столицу, чтобы поздравить Беларусь с Днем Независимости. Возглавила делегацию вице-губернатор Санкт-Петербурга Ольга Казанская. За время визита ветераны возложат цветы к монументу Победы, посетят Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны и благотворительный концерт. Настроение исключительно радужное, потому что мы приехали в город Минск, столицу нашей братской Белоруссии. Мы до сих пор помним о том, что белорусский народ, познавший все несчастье, все горе, все страдания Великой Отечественной войны, был сюда верен в дружбу со всеми народами бывшего Советского Союза. Мы хотели бы многим нашим ветеранам предоставить возможность вернуться в близкий для них город, близкую для них республику, за которую они воевали, где они потеряли своих фронтовых друзей. С другой стороны, безусловно, это возможность проявить дань уважения к белорусскому народу. И сегодня в Москве к могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены возложен венок от президента Беларуси. Торжественная церемония посвящена 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Дню Независимости. Цветы также возложены к памятным знаком «Город-герой Минск» и «Брестская крепость-герой», установленным на аллее городов-героев в Александровском саду. День Независимости в ярких красках. В Беларуси все готово к праздничному фейерверку. Организаторы в этом году обещают удивить даже самого взыскательного зрителя. Небо столицы раскрасит 240 огненных композиций. Каждая из них имеет свое название. «Золотые грезы», «Аншлаг», «Апофеоз». Они взлетят на высоту более 600 метров. Фейерверк можно будет увидеть из любой точки города. В День Независимости СТВ проведет масштабный телемарафон «Мы народ Беларуси». Это 18 часов прямого эфира с включениями из-за рубежа, общением со знаменитыми людьми. Будут и участники освобождения Беларуси. Они поделятся своими нигде ранее не опубликованными воспоминаниями. Возможность рассказать об уникальных событиях военных лет, либо о фактах уже послевоенного периода, когда страну буквально поднимали из руин, будет у каждого телезрителя. Для этого в течение всего дня, 3 июля, вы можете позвонить на горячую линию СТВ. Номера телефонов сейчас на ваших экранах. Наиболее интересные истории мы обязательно покажем в эфире. А на наш сайт вы можете присылать свои фото-впечатления от завтрашнего праздника. Телемарафон «Мы народ Беларуси» стартует на СТВ завтра в 6 часов 25 минут. Отличный подарок получили гомельчане к предстоящему празднику. В преддверии Дня независимости и 70-летия освобождения Беларуси в Гомеле открыли новый корпус областной туберкулезной больницы. Этого события медики региона ждали целых 10 лет. Оборудование в отделении и лаборатории соответствует самым передовым европейским стандартам. Те возможности того оборудования, которое установлено, они позволят раньше выявить возбудителя, ускорить диагностику выявления туберкулеза и в соответствии с этим раньше начать лечение. А для персонала и пациентов мы создали здесь комфортные условия в соответствии с анпином и инфекционным контролем. Таким образом, качество диагностики опасного заболевания вышло на новый, более высокий уровень. К слову, за последние 4 года на Гомельщине удалось снизить заболеваемость туберкулезом более чем на 20%. И к событиям в Украине Славянск оказался полностью обесточенным из-за боевых действий на востоке страны. Также нарушено электроснабжение центральной городской больницы, роддома и хирургического отделения в Краматорске. Восстановить подачу электричества невозможно из-за неутихающих боев. Тем временем в штабе силовой операции сообщают о новых жертвах противостояния. Во время минометного обстрела украинских пограничников в Новоазовске один боец погиб, еще 8 человек получили ранения. Премьер-министр самопровозглашенной Донецкой Народной Республики заявил о готовности к мирным переговорам с Киевом. О новой инициативе объявила и Германия. В Берлине сегодня состоится встреча министров иностранных дел России, Украины, Франции и Германии. Главная цель – пути урегулирования ситуации на востоке Украины. Бывшему президенту Франции Николе Саркази предъявлено официальное обвинение в даче взятки, использовании служебного положения в личных целях, а также в сокрытии нарушения коммерческой тайны. Саркази вменяет то, что он использовал незаконно полученную информацию для влияния на нашумевший процесс по делу Бетанкур. В результате чего экс-президент Пятой Республики обманным путем получил от лидера мирового рынка парфюмерии и косметики деньги на свою предвыборную кампанию 2007 года. Если вина высокобставленного чиновника будет доказана, то бывшему президенту может грозить до трех лет тюрьмы. Взрыв на заводе по производству автомобилей унес жизнь человека. С ранениями различной степени тяжести госпитализированы еще пять рабочих. ЧП произошло в американском штанте Индиана. По предварительным данным, инцидент произошел из-за утечки диоксида хлора. Всего в момент взрыва на заводе находилось около полутора тысяч работников. После происшествия весь персонал был эвакуирован. В настоящее время ситуация находится под контролем. Причина взрыва устанавливается. Грузовой самолет упал на здание в столице Кении, Найроби. Катастрофа произошла практически сразу после того, как лайнер вылетел из международного аэропорта. На место происшествия выехали две бригады скорой помощи. На борту находилось четыре человека. Все они погибли. Самолет рухнул на коммерческое здание в промышленной зоне. На данный момент спасатели выясняют, находились ли в нем люди. Предположительно, самолет, набирая высоту, зацепил линию электропередач, после чего загорелся и упал. Ирина Мычко, телекомпания СТВ. Герои нашего времени. В Минске сегодня открылась обновленная республиканская доска почета. В этот раз на нее занесены свыше полусотни имен. Их достижения в области науки, образования, строительства, транспорта, связи и многих других сфер отмечены на самом высоком уровне. Второй год подряд на доске почета можно увидеть один из ведущих вузов республики. Ларусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. В прошлом году он был отмечен в номинации «Лучшая организация образования». Сейчас стал победителем в науке. Такое признание работает не только на имидж вуза, но и имеет вполне конкретное финансовое воплощение. В настоящее время в нашем университете находятся делегации из Китая. Наши партнеры по научной работе. Мы вели тяжелые переговоры, непростые переговоры по заключению контракта. И когда им показал указ президента номер 299 от 27 июня, мы вчера подписали контракт на сумму 3,7 миллиона долларов. Представляете, сработало. На республиканскую доску почета должны быть признаны победителями только лучшие, только те, кто отвечает всем критериям достаточно строго системы отбора победителей в тех номинациях, которые обозначены для занесения на республиканскую доску почета. Безусловно, это лучшие коллективы, которые в непростых условиях показали возможность добиваться хороших результатов экономических в своей работе. Площадь государственного флага сегодня отмечает свой первый день рождения. На карте Минска этот новый символ белорусской государственности появился в 2013 году, накануне Дня Независимости. Площадь расположилась на проспекте победителей между выставочным центром Белэкспо и Дворцом Независимости. Тогда, во время торжественной церемонии открытия на 70-метровую высоту, было поднято гигантское полотнище, флаг весом 25 килограммов. За минувший совсем небольшой промежуток времени на площади государственного флага прошли различные торжественные праздничные мероприятия. Военные присяги, пионерские линейки. А совсем недавно там состоялась приуроченная к чемпионату мира по хоккею церемония приветствия флагов стран-участниц Минского форума. Занятие спортом на свежем воздухе, а также отдыху тенистых ив в московском районе Минска. Сегодня открылась тропа здоровья. Протяженность ее 500 метров. Здесь есть и дорожки для бега, и тренажеры на любой вкус. А на тропе ощущений можно босиком погулять по песку, щебню, древесным опилкам и бревнам. Найдется место для любителей игры с мячом и бадминтон. Ну а те, кто устал от городской суеты, могут совершить неспешную прогулку в тени деревьев. Далее спортивное обозрение. Оставляйте свою информацию по телефону горячей линии, а также по адресу в интернете ctv.by. Следующий выпуск новостей в 16.30. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok